всем доброго утра почешу-ка я через дорогу что машины вообще носятся сегодня с утра я в общем то с вами встречаюсь на улице еще и с зонтиком с лизином подмышкой потому что я собралась в поликлинику мы вчера забыли совсем что надо записать лизу к педиатру и я вообще не знаю как теперь быть я попытаюсь это сделать сейчас но есть меня такое подозрение что может не получиться придется половину понедельника убить на это то есть прийти просто очереди сидеть это не очень хорошо потому что во первых там могут быть болеющие дети во вторых в принципе не люблю терять время поэтому попробуем добежать до поликлиники и как-нибудь в пякорчица в эту очередь вчера я вообще была настолько уставшая что я отправила лизу с мишей сашей вообще забыла что у меня-то после логопеда был план заезда в поликлинику все забыла ну ладно бывает и на старуху брак бывает проруха ну а дождь зон взяла в том что дождь может пойти а я решил пешечку прогуляться я такая прогулочка фитнес зарядочка хочу еще потом добежать до бабушек и только потом вернуться домой саша тоже сейчас к бабушкам уйдет предложила ему сразу сибон собрался сразу бабушкам то я бы его увезла и сама бы до поликлиники доехала на машине но так как он отказался сказал что поедет сам я решила что я поэкономлю бензин вот и вообще дождь нам сегодня не в тему не надо нам дождя саша должен работу закончить мне вот такой пасмурный блин периодически погромыхивает кровь но ничего не льет кстати на улице абсолютно не жарко и есть даже ветерок такой небольшой приятненько под прогресс это собака меня в трасс не было обычно она все время хавкает может быть ей день так я уже подхожу в поликлинике вон за деревьями на другой стороне виднеется хоть бы мне повезло хоть бы нас записаны на любое время на понедельник просто если дольше то мы не успеем анализа получить ну или хотя бы на вторник понедельник или вторник тур дом номер два начинается в общем попала я в 12 кабинет дали мне направление на анализы теперь нужно сдать слезаветы анализы но с этим мы справимся я думаю достаточно быстро прыжки по лужам но а записалась к педиатру за день до выезда в лагерь в пятницу вечером мы получаем справки очень внизу круги большие под глазами а вот а субботу мы выезжаем в лагерь вот но проблема надо же еще прививки выписать а на прививки бланк дает педиатр поэтому сказали сегодня в 4 прийти зайти 16 кабинет педиатр взять бланк понедельник его заполнить то есть я уже сегодня сбегала там по 4 сбегаю в понедельник пятницу или за наконец-то по это было еще еще раз надо бегать будет она где-то принести и со скоб сдать вот так вот и весело потому что мы объединим в понедельник все анализы дадим со скоб прочее и понедельник прививки выпишем чтобы лишний раз не бегать а сейчас я отправилась до бабушек хочу кофейку выпить я еще вчера хотела кофейку выпить вчера у меня сил не хватило идти за кофе я просто срубилась арбузиками пахнут а мы ведь продают прям такой стойкий запах арбуза я вообще люблю этот запах не только арбуз дает запах арбуза а еще какое-то дерево здесь по весне арбузов помине нет созревших тоже пахнет как арбуз прикольный запах такой не знаю чем он мне нравится но очень нравится огурцы выросли все таки а какие а вот один огурец улитка жрет а вот улитка на огурце я ее даже засняла улика чуть большие уже такие достаточно маленькие конечно как корнишончике но есть уже можно вот я надеру ах ты зараза такая вот как уже вытаскивает лески убирает красота теперь дома баллы не затрачен скажи привет я уже отправилась было в обратную дорогу но света забываха пришла то я с рюкзаком а ухожу то без а в рюкзаке все документы медицинские и прочее поэтому пойдемте обратно забирать рюкзак у бабушек чур только не смейтесь надо мной я опять иду обратно я еще кое-что забыла угадайте что конечно же зонтик вот поэтому я обычно зонтик не беру потому что я его забываю просто дождик пошел и я думаю блин документы лишь вроде зонтик с собой брала сейчас надо мной там лежать я хожу туда-сюда туда-сюда до определенного момента дохожу вспоминаю что что-то забыла мой вернулась маленькая белая кошечка сидит крыса я тебя покормить хотела зайка сейчас принесем ей корма покормим на придомовой маленькая такая белая сейчас внизу позову все дети с утра тут настроили смотрите горку в бассейн съезжать аквапарк были настроить отмыть домик не пробовали а там белая кошечка покормить хочу свернусь так вот это надо забрать кисточку с нами кормить миша пойдем это динозавр динозавр это ты а ты кто а там бык такой да бык да пойдешь кисточку с нами покормим бык это ты я поняла это дом хорошо туда можно залезть до укрытия еще тут все настрой от динозавра и по-настоящему пишите про корм и прямо вот вот рядом со мной мур 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 сейчас и вам дадим и вам и за там корм готовят а я пойду проверю не убежала немаленько по идее она вот там под крышей теперь должна сидеть мешки саши не собрал чудо перед самой собирать кисточка ты тут маленькая давайте заглянем она нас боится поставь туда максимально подойди еще подойди подойди дальше 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 к ней не двигайся нет 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 не двигайся к ней надо было поставить просто миску и уйти поставь под деревце миску и отойди оттуда быстренько отойди я не пойду пугать иди покушай малышка обойди теперь дерево чтобы на наоборот сюда подошли а я здесь стою а своих тоже будем кормить интересно чья это маленькая кошечка явно кошечка же да все она глиза не ходи она корм нашла он уже девочка кушай маленькая все покушает мы заберем мисочку поможем маленькой зайки хоть она нас и боится очень сильно сегодня еще марте принесла с котенком 2 пакетика корма еще беленькую покормили прям куча кошек сегодня вокруг меня еще своих надо уже пора примерно 1 неделю им тоже даем влажный корм они прям услышали про корм просто даже мы его еще не достали и начали сразу елить вокруг меня да красавцы пойдем корм кушать пойдем 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 киса пойдем что это такое порча всех планов мне в 4 идти смотрите какая туча блин сейчас конечно времени еще мало но у саши там явно вся работа встала дети тут по настроению рассчитывали погулять уже не погуляют дождик уйди опять заляпанным на стекло никто не хочет червончик заработать с этой стороны больше заляпанным стоит ну да основное заляпанное с этой стороны вообще жестко льванула обалдеть все вообще заливает смотрите на бассейне сколько опять сейчас будет заливать крымский район ух ты блин то жара то проливной такой ливень сплошные катаклизмы это вот мы новую купину прыгает я камеру включил нет не давай ему вниз опа он тебе попал смотрим повыше буду мишка подожди ну давай подразнил вот молодец я поймал смотрите как с этой стороны бьет прямо мимо окон отмостка нужно срочно дворники нашли да вилл 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 хорошо что сегодня мишкины занятия не надо плохо что мне сегодня надо в поликлинику еще зачем тебе взять обходной виз потому что я тебя к педиатру записала на пятницу понедельник мы сдаем анализы пятницу вечером мы подписываем все справки в субботу я тебя везу я надеюсь топить к этому времени все перестанет а то мы не доедем все федеральные трассы перекрыты как в лагерь поедем все хлеще хлеще смотрите какой ветер я не знаю видно вам нет реально ураган ты у нас уже здесь на плите воды достаточно много капец полный прямо льет как не знаю как из ведра крымские уже объявили час вода идет в город лиза ты подушки из домика оставила под водой ну что за дождик закончился на улице прям даже такое солнышко приятно смотрите чем лиза занимается лиз что делаешь расскажи шарик на шарик на шарик на шарик на шарик не забывает бутерброд шариков потом она надует водой и мои смеши будут их разрезать по очереди спасибо светофору за шарики не забудет а ты не будешь с ней играть ты боишься ты мокрым боишься быть ну подумаешь высохнешь нет ничего там уже не хочу получить бумажку свою нет так подумай мне пожалуйста в понедельник мы утром сдаем анализы как ты это будешь делать поняла я опять в путь дорожку опять до поликлиники так маску не забыла ничего не забыла я не знаю то ли из-за погоды что постоянно такие перепады ливневые дожди а из-за нервотрепки что периодически чест объявляют там на границе и вообще вот в нашем районе вчера затопила станицу вот может быть из-за этого может быть просто от того что устала немножечко с этой беготнёй по больницам с мишкой сейчас с лизой я какая-то вся разбитая и вроде я вчера полдня продрыхла полдня посвятила своему сну а все равно до конца не оклемалась сегодня с утра была бодрячком а уже к вечеру ближе точнее что вечер-то обед три часа сейчас пол четвертого все я уже чувствую что это как будто бетон разгружала не знаю там вместе с сашей ощущение такое хотя конечно же я особо сегодня не напряглась так по работе немножечко поделала даже монтажом еще не занималась чтобы мне батарейки так мало не хватает на все мои планы задумки на все что нужно взяла с собой зонтик потому что в рюкзаке куча документов и не дай бог еще раз ливанет хотя погодка знаете такая небо ясная как будто блин дождя и не было такого вот урагана мощного вот все нормально было еще немножко переживаю а напута тоже топит и вроде как в жемчужине россии лучше чем в большинстве мест анапских но все равно страховый первый раз диску в лагерь отпускать при таких условиях и с другой стороны уже согласились и отказываться уже как бы это терять путевку ну ладно дай бог все будет нормально если что рванем кризис хотя вот как сель сошел перекрыли трассу и не проедешь поэтому немножечко нервно заметили наверно к обеду свет соизволила накрасить с утра вот вообще вообще пофиг был особо идти то никуда не хотелось и краситься не а сейчас уже думаю ладно сейчас буду там куча народов и я такая с мешками глазами надо же отсыпаться приходить норму наверно полегче станет когда все закончен лизунчик уедет в лагерь немножечко передохнув она мне все-таки такая шуботная мадам вот и она поменяет обстановку соскучится по дому вот и мишка пойдет в садик тоже я как минимум полдня буду в тишине и спокойствии у катя не в счет она как сильно шума не создает она уже взросленькая девочка слушать от полков какую-то запнулась совсем сама схожу руки зонтик мешает меня тут в комментариях наталья спросила про мою систему питания я же кстати продолжаю худеть а вот для мотивации поделюсь системой питания никакой у меня особой системы питания нет ни в чем себе не отказывать ну так в разумных пределах конечно но при этом кушать очень мало то есть часто помалу начиная с того что я свою порцию обычную попыталась уменьшить вдвое не получилось я стала голодная так резко уменьшать нельзя тогда я начала уменьшать по чуть-чуть то есть грубо говоря если я яичницу ела их трех яиц то начала есть яичницу из двух с половиной яиц о кошки радовались потом из из двух яиц уже сейчас в принципе могу в какой-то момент поесть яичницу уже только из одного яйца и наездся но и постепенно отучала себя возникла же привычка плохая кушать после ну вечером короче перед сном вот особенно саш вечно мне шашлык отложить на вечер и вот на утро он уже невкусный поэтому мы лопаем с ним вечером и все это было регулярно тоже возникла такая дурацкая привычка я постепенно себя от нее отучала ну или готовить я вечером начинаю чуть вкусненько приготовлю тоже хочется сейчас я уже после 7 не ем к пью только воду и уже не очень хочется а поначалу было сложно то есть я по сути уменьшила порции примерно в три раза вот сначала в два потом в три ну и как бы стремлюсь чтобы еще чуть-чуть их снизить а затем я приучила себя не есть пока после семьи потом после 6 есть не буду и все а так я себя ни в чем не ущемляю я могу булочку съесть укач не три булки одну или половинку не три куска пирога там один кусочек вот могу даже газировочки выпить газировочка конечно если бы ее не было еще бы быстрее ходила наверно но самое главное себя не ограничивать не отнимать у себя совсем то к чему ты привык отучаться постепенно то есть например от кока-колы я тоже себя постепенно отучала сейчас я ее уже не хочу каждый день пить иногда хочется тогда я себе не отказываю немножечко вот как-то так в общем как я была не склонна сидеть на диетах на каких-то там жестких когда что-то высчитываясь чего-то себя ограничиваешь так и оказалось для себя права все диеты которые я попробовала приводили к тому что я обратно возвращалась свой вес а то и два три килограмма сверху через некоторое время и такая знаете борьба ни о чем а тут просто стала себя перевоспитывать я например сладости почти не ела раньше потом приучилась к сладостям вот отучаю себя обратно от них потихонечку не торопясь то есть посмотрите если вы допустим человек полный и хотите от этого избавиться сначала посмотрите чего вам чего в вашем питании слишком много из вредного пример вы складываете много ложек сахара в чай на допустим там не сдав 6 это много надо складывать не более одну а в идеале вообще от сахара в чай отказаться я пока еще не смогла но например я складывала три-четыре ложки сейчас я складываю 2 хорошим надо уже на одну переходить уже могу в принципе одной ложкой удовлетвориться вот так же потихонечку по ложечку убавляет как чувствуете что нормально убавляет еще немножечко и так пока не достигнете желаемого но тут единственное у вас не получится вот так вот раз раз и похуде вы будете где-то два-три месяца себя перевоспитывать потихонечку пугает дядя дзынь дзынь блин я аж подпрыгнула вот и только месяца через три от начала перевоспитания своим вы начнете понемножечку сбавлять вес понемножечку не по 5 10 килограмм а просто он начнет потихонечку падать и вы будете себя чувствовать комфортно смотрите какое небо доброжелательно вообще не это не поверишь что была такая раза гроза вот он юг раз все поменялось а я иду сейчас мне немножечко знаете как-то нервно я не люблю ходить без записи туда куда все записываются мне сказали какие без записи взять только вот эту справочку которую нужно заполнять но блин другим то это как бы не понравится мне бы не понравилось попробуй зайти с кем-нибудь кто первый или может быть медсестра выйдет и задаст вопрос кому чего надо я даже не знаю надо ли мне брать карточку чтобы подняться медиатор сейчас наверно регистратуре спрошу я бы вообще как бы предпочла записаться дважды да но там просто тупой мест нету чтобы записаться прийти эту справку взять а потом записаться прийти и все те справки взять короче иду немножко нервничай мой ребят тут дом пришла я короче как мне сказано было к четырем а там только по записи по времени 27 человек причем с наложением по времени то есть допустим на 4 часа два человека записанных там еще на какое-то время тоже по два человека кое-где вообще по 3 капец короче полный а врач не наша наша врач сейчас дежурит ее короче перевели там одной одному врачу сделали операцию и она ее заменяет о боже это врач и это капец это человек который вообще никого не слушай а вот даже зайти просто задать вопрос она не дает медсестра . тоже нифига не отвечает ничего наша медсестра всегда выходит и спрашивает у кого чего и все как-то порядок у этой же на прием все перецапались все переругались кроме меня конечно в итоге короче я зашла я говорю конце концов это же не наша вина нам нужен этот лист я заполню его сама дайте мне лист нет выйдете за дверь груни выйду по груда слушайте сначала вы дайте лист я заполню потом я приду к вам на прием и да заполним то что я не ну не смогу заполнить сама то есть я подготовлюсь к приему нет так нельзя ждите ждите чего-то чего непонятно прикиньте до 27 человек только по запись еще дофига человек без записи которые там очереди ругаются с теми кто по времени вот обстановочка накаленная и короче ждите у моря погоды ну света ждать у моря погоды не привыкла вы же знаете я пошла спустилась в регистратуру мне посоветовали обратиться к начальству кабинет оксана николаевна полном вот я пошла короче есть еще одна мамочка кто у меня такая же проблема можно я с вами можно в итоге нам дали чистые бланки сказали заполняйте прививки а все остальное запомнит вам на приеме типа это все нормально почему нельзя было медсестре сделать то же самое и просто дать ей нам эти бланки чтобы как говорится как минимум таких вот кому надо на лагере да могли сейчас куча народу влаги просто куча врачей осталось всего 4 понятно что сложно понятно что неудобно отвлекать и так далее ну это же не наша вина как вот я на пятницу записаны на раньше меня уже не перезаписывают а я чё пятницу 515 возьму этот лист и чем не с ним делать в субботу кабинет прививок не работает вообще замечательно короче капец полный а мне даже где-то есть выписанные лески на прививки ну ладно я понедельник схожу мы пойдем анализы сдавать слезунчиком и зайдем в кабинет а сейчас я чешу домой сяду за руль и повезу сашу с инструментами домой все-таки он решил инструмент сразу забрать а не бросать их на следующий день вчера он хотел вот типа я инструменты потом заберу игру зачем потом поднапрячься сложить машину привести домой положить их зачем все это откладывать ух в общем цвета войну опять выиграла небольшую правда даже не воевал у меня это сказали выгоднее ругать секунду я не буду ругаться просто ну вот проблема такая ну вот надо же как-то ее решить что нам делать это мамочка вторая даже довольная вы как хорошо все во время подошла огур конечно хорошо а начальнице приходится расхлёвывать это все я и сочувствую прогноз погоды из машины примерно пол пятого 24 градуса между прочим очень комфортная температура вообще не против чтобы круглый год у нас здесь на кубани стояла примерно 25-30 градусов с приятным ветром иногда дождик но скоро будет холодать скоро придет осень кстати у кого какая температура сейчас давайте переключку устроим напишите в комментариях мне реально интересно у кого сейчас как у нас 24 похолодало капец ребята смотрите что творится я только что по асфальту по затопленным проехала сейчас вот мулачатского откуда я обычно заезжаю затоплено что будем пробовать плыть или дать объехать даже не знаю она решила попробовать аккуратненько проплыть конце концов здесь я вроде дорогу знаю медленно по чуть-чуть по чуть-чуть я наверно проеду я надеюсь что я здесь не застряну сейчас это лучше еще кофе вот та следующая это конечно от ас все-таки дождиком хорошо подтопила и обинск вот что творится так если держаться левее ну там почек меньше чарт я не помню на 2 главное не нырнуть воруйка кайс выглядит если честно страшно но по идее воды не должно быть сильно много мы с вами можем пробраться здесь а вот так посерединке поедем немножечко по котечкам . по горкам маленьким дорожкам только в ямку не надо двух а когда кошка смотрите черный кошка не лезь мне под колеса солнышко еще лучше о и бабушкам там тоже лучше обалденная дорога да ребята вот он минус юга потопы наводнения смерчи торнадо у нас не бывает вот там уже меня пугает больше хотя наверно я ближе подъеду и она мне признает так сильно купить в общем то друзья товарищи я доплыва и будем плыть дальше потому что сейчас покажу почему что так я припарковалась туда правее вставать я боюсь там это нырнуть так сейчас перестанем так уже комфорт не выходить он она какая лужа на придомовую бабушек которую я чуть не садился у соседа то еще больше там море океан вообще короче потоп товарищи и девицы под окном у нас одна девица батяню караулит точнее точнее своя кошка не батяню а эту свою отмостку караулит вот красотища прям вообще красотища красотища кофе пить будем ну вот никакого сервиса здесь так что саша будет здесь ходить инструменты грузить когда будет ладно я пошла сашу звать меня загрузили же 2 с инструментом он ведь и куча всего ай саша блин грязные колеса тележки прислонил к моему рюкзак унут мужики думает он чем он думал так капец мете рюкзак стирать увидит же рюкзак он же блин а надо поплыли обратно саша поехала на велике сейчас я его там подберу он это все вытащит и мы поедем купим клей для обоев я хочу чтобы завтра мы ноль вам постелили и обои поклеили прихожки будет вообще лепота вот она кстати это лужа с другой стороны сейчас мы с вами и поплывем принципе ничего такого страшного но она поглубже чем те лужи которые мы в ту сторону проплывали а на это я выключила камеру потому что еще встречные машины были вообще не до того было а сейчас мы с вами вместе проплывем в принципе не так сложно но я терпеть не могу ездить получим я боюсь луж потому что было было у меня авария с лужами связанная я улетела в люк под лужей и с тех пор я луж боюсь но здесь в принципе территория проверенная поэтому поэтому нормальненько там даже на асфальте немножечко воды я вам покажу сейчас доеду когда до асфальта покажу как там саша говорит как я говорит поплыву на велике я говорю ты плыви через исполкомовскую там воды нету через школу а я поплыву по этой дороге на машине он же на велике с утра уехал голубочек уходи на велике с утра уехал соответственно велик надо забрать прикупил он себе новый велик бушный новый бушный ну поняли потому что тот у него совсем развалился из этой из этого заработка тоже дала денежку на велик тысячу сейчас как раз из заработанной денежки обратно вернула тысяча это два похода за молоком в нашей семье это не слабая денежка сейчас я вам покажу как там на асфальте там тоже лужа а туда дальше к нам уже нормально видите выезжаем и поплыли хорошие люди едут быстро забрызгивают машину еле успела закрыть окно чтобы мне в машину не налили воды капец надо через такие лужи ездить медленно у меня там всякие эти запчасти внизу которые нельзя чтобы вода попадала поэтому я всегда как этот как улитка тащусь через лужи хотели мы сразу для уголков посмотри этот вот клей метилан вот обойный клей классик экстра винил флизелин вон момент за 200 рублей внизу вот этот так винил 201 рубль пойдет чего сколько 201 а нет два есть только один классик здесь а может быть тогда оба нет тут бумажные обои что классик брать для грунтовки да вот еще есть метилан глинил какой-то маленький 225 что лучше этот чё нам надо убери монтаж я не знаю а чё надо это вообще клей жидкие гвозди пойдет вот момент монтаж есть вот такой универсал какой-то он прямо вот этот стоит 275 это 225 нам же всего один баллончик надо ну давай этот возьмем экспресс декор какой-то белый пойдет такой один да еще валик оказывается ну да ты будешь валик носить а я уголки то нам для обоев парик а у нас нету а вот смотри есть валик с двумя светлыми штучками такой не пойдет вот такой надо у нас такой по-моему был только вот прикреплен на палку на новую испортился только грубое можно делать понятно вот этот берем вот палка отчет ту палку нельзя взять а может к этой швабре а потом отцепить от швабры нельзя так он поменьше есть давай тот который поменьше возьмем он он влезет а нам именно вот с такой штучкой да надо ты ванночку примеряешь за 110 рублей рядом черненькая не пойдет до 40 где пойдет шала мыши кисточку надо надеюсь не за 203 рубля насколько широкую сколько миллиметров а я поищу недорогую вот по 100 100 миллиметров по 113 пойдет вот такая это стоя хорошие 310 стоит модная все пошли за уголками вот и сейчас показит закроется нас отправить без уголков там уголки уже несколько месяцев сделать не можем уже скоро кати ремонт испортит обголупается а где здесь уголки мне кажется дальше наконец-то это сделаем а вообще он там пойдем я иду хлюпаю я по воде там походила у бабушек на придомовой цемент надо было узнает на загородку выводить застывший а саша не ногу ботинка я в шлепках поэтому пошла вон они нет только не белые все немножечко бежевый где не знаю вот это вот какой нам буду подходящий потемнее наверно смыть его вот такого нет ярко сильно до побледнее под шкафы тогда тем более тогда надо что-то вот типов нет вот такого только светлее такой маленький сильно без разницы но один пошире конечно будет лучше закрывать что-то такое надо катя готовит пельмешки всем а мишка потребовал кашу поэтому я ему несу кашу а еще он потребовал его на улице трескать там вот я их покормила тогда рыбкой за столом лиза так и не протерла ничего ну ты обещала за червонец потереть все я снимаю с тебя эту работу сама протру миш каш готова ты если варенье хочешь пойди возьми дома сюда тебе варенье ягоды ну иди малину ищи вижу позови она тебе поможет что ты на запчасти разбираешь его да а а а чё ты с ним делаешь что вам сказать дорогие друзья я сижу с компьютером и скидываю файлы это значит что день подошел к концу мишу лик спит девчата засыпают сашка там уже довольно хоропит в комнате ему надо буквально горизонтальной поверхности две секунды чтобы уснуть он еще не помог мишку помыть мишку я тоже усыпила завтра нас ждет опять продуктивный день завтра мы идем к зубному слизи завтра мы идем на занятия с мишей нужно купить куриный корм короче много всего завтра нужно сделать поэтому давайте ложиться спать спасибо всем кто посмотрел этот влог большое спасибо вам за поддержку за лайки за подписки за ваши комментарии обязательно пишите комментарии особенно если вам хочется блогеров поддержать что комментарий это примерно 10 лайков от как если вы 10 лайков поставили вот один комментарий такое значение имеет на youtube поэтому большое спасибо всем кто их оставляет всем пока увидимся завтра а